Вы слушаете новости по логистике от АЭШ 20 июля 2021 года. Заголовок мировой прессы. Как сообщает НБС, грузовой самолет Boeing совершил вынужденную посадку в океане недалеко от Гонолулу. Оба пилота спасены. По сообщению Федерального управления гражданской авиации, грузовой самолет Boeing 737-200 совершил вынужденную посадку в океане недалеко от Гонолулу рано утром в пятницу после того, как пилоты сообщили о неисправности двигателя. Как сообщила береговая охрана США, оба пилота были спасены с поля обломков. FAA сообщила, что АС-810 Трэнс-Эйр совершил аварийную посадку около часа 30 минут по местному времени в пятницу. Пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены посадить самолет на воду. Журнал Wall Street сообщает, что Warehouse of Amazon стремится стать публичным, как бизнес одной недвижимостью. Стартап пытается создать то, после чего, по словам руководителя американских агентств по недвижимости, сегодня не существует в их отрасли. Публичную компанию, владеющую только одной недвижимостью. Предлагаемая недвижимость представляет собой склад площадью 146 тысяч квадратных футов, арендованной компанией Amazon. Стартап ROX Financial стремится использовать первичное публичное предложение для создания инвестиционного траста в сфере недвижимости, которую приобретает Амазон. Цепочка поставок Digital.com. Walmart анонсирует новое решение для складской робототехники. Walmart сотрудничает с Symbotic, чтобы оснастить более половины РЦ ритейлера новой робототехникой и системой автоматизации цепочек поставок. Walmart оснащает более половины своих региональных распределительных центров США новым решением для робототехники и автоматизации цепочек поставок. Американский розничный гигант впервые опробовал эту схему еще в 2017 году, сотрудничая с фирмой по автоматизации цепочек поставок потребительских товаров Symbotic в ходе пробного запуска в ее распределительном центре в Бруксвилле, Флорида. С тех пор пара адаптировала решение для более широкого применения в рамках многолетнего проекта и начнет рассвертывать. TransInfo сообщает на своем странице. Испанский риэлторный оператор грузовых перевозок получит 6,3 млн евро для расширения в Германии, Польше и стран Бенелюкса. Компания Traxters, базирующая в Испании, разработчик SAAS для грузоотправителей транспортных компаний и водителей собрала 6,3 млн евро в раунде серии А. Деньги будут использованы для консолидации трех основных европейских коридоров, расширения ее присутствия в странах Бенелюкса, Германии и Польше, а также для предложения более широкого диапазона маршрутов и к существующим и будущим клиентам. В заголовках TransInfo новые ограничения COVID для дальнобойщиков, выезжающих в четыре европейские страны. По мере того, как дельта-вариант коронавируса распространяется по Европе, страны начинают применять ограничения для путешественников, езжающих на их границы. Вопреки прежней практике и рекомендации Европейского Союза, водители грузовиков не освобождаются от связанных с COVID-19 ограничений при въезде в Румынию, Словению, Литву и Латвию. Заголовок TT News.com «Экономика. Грузовая отрасль» возвращается. Экономические показатели и прогнозы экономистов показывают, что грузоперевозчики и экономика США находящиеся в процессе активного восстановления. Хотя сохраняются опасения по поводу постоянной нехватки драйверов и задержания в цепочек поставок. «Мы скоро вернемся», — сказал Стивен Бергс, экономист из Университета Министерства в Моррисе, специализирующийся на грузовой отрасли. Отчеты Inbound Logistics. Решение глобальной дилеммы данных. По оценкам, в 2027 году глобальная отрасль цепочек поставок достигнет 37,4 миллиардов долларов США. В эпоху, когда COVID-19 привел более пристальному вниманию к тому, как создается и перемещаются вещи по всему миру, заинтересованные стороны не могут позволить ждать такого перехода. Пришло время найти способы улучшить взаимодействие между деловыми партнерами, контролировать и анализировать данные, а также повысить уровень традиционных ручных процессов для более быстрых и преднамеренных результатов. Заколовок менеджера по логистике. Yodel запускает Yodel Direct, новая компания для обслуживания потребителей. Независимая британская посылочная компания Yodel запускает новую услугу от потребителя к потребителю через Yodel Direct после рекордного года роста онлайн-торговли. Клиенты смогут отправлять посылки размером до 60-50 на 50 сантиметров и весом до 10 килограммов. После того, как клиент заказал доставку онлайн, ему будет предложена этикетка для печати, не выходя из собственного дома или QR-код, который позволит им распечатать этикетку в магазине. Это была «Минута новостей» по логистике 20 июля 2021 года. Если вы хотите услышать больше глобальных новостей в области логистики, то подпишитесь к нам сейчас и следите за нами в социальных сетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!